Насколько важен в современном мире такой праздник, как Масленица? Я считаю, что это нужно, потому что это старые русские традиции, которые надо беречь и помнить об этом. Для меня вопрос праздновать, не праздновать не стоит. Так что, конечно, мы будем есть блины, ходить к тёще на блины, к свекрови на посиделки и так далее, и потом просить дружного прощения в воскресенье. Дома, соответственно, там всевозможные блины и так далее, и тому подобное. К родственникам в гости, к маме, к тёще, к брату и к сёстрам. Что для вас Масленица? Для меня это детство, воспоминания детства хорошие, когда мы ходили все вместе в горсады, когда наши папы лазили на столбы за призами, когда наши мамы дома нам пекли блины, бабушки пекли блины. Вот какой-то такой, знаете, как Первомайка, который был раньше. Тоже вот такой какой-то праздник. Очень добрый, очень яркий, очень весёлый, вкусный. Я работаю в детском саду, это у нас любимый праздник. А блины – это вообще особенное искусство. Блины любят все, мне кажется, и дети, и взрослые, а особенно дети. Вот когда у нас в детском саду блины готовят, все как один просят добавки. Радость для детей большая, вот у меня пять внуков, и они очень любят этот праздник. И мы стараемся это отмечать семьёй, это семейный праздник. Хорошая погода, блины, всякие гуляния. Блины пекутся с маслом, с икрой, ну, со всем, с чем можно есть. Ваша любимая начинка? Масло сливочное и сметана вкусная. Ну, мне сын любит с мясом, но самое любимое – это с маслом. Начинки – грибы и красная икра. Варенье разное, сметана, ну, всё, что можно. Всё, что можно в блин завернуть. Я люблю праздничные, от них очень много улыбки. Да с разной, нет предпочтения определённой какой-то начинки. Главное, чтобы был блин, а начинка найдётся. А каков секрет успешного рецепта блинов? Ну, не знаю, у меня сын прям их обожает. Ну, у каждой женщины, я думаю, он свой секрет этот. Долго, тщательно взбивать тесто, чтобы оно получилось нежное, пушистенькое, чтобы блинчики были с дырочками, тоненькие, масляные. Ещё каждый блинчик потом маслицем помазать и в стопочку сложить. Да нет, я по бабушкиному рецепту. Топлёное молоко или простое молоко, тёпленьким, завариваем. Туда яичек, штучки 3-4 обязательно, чтобы были хорошие блинчики, зажаристые. Всё, весь рецепт. И улыбка, и доброта. Секрет самому не делать. Масленица – своеобразное прощение зимой. А как себе создать весеннее настроение? Дорадоваться жизни любой, в любую погоду. Потому что проснулся – хорошо, лёг спать – хорошо. Потому что завтра снова проснёшься. Я думаю, у каждого человека это настроение в душе. Всё от него зависит. Не от того, что там происходит. Каждый человек создаёт сам себе настроение. После Нового года уже весна у меня начинается. Но всё равно весенние дни нет-нет, да продлится. Ну, не знаю. Он всегда есть. Погода тёплая. И хорошо всё. Весенним настроением? Да улыбайтесь. Улыбайтесь и улыбайтесь. Друзьям, незнакомым и знакомым. Это улыбка, это весна, это хорошее настроение.